Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Библия. Это книга, в которой достаточно подробно описывается история создания мира, история грехопадения, детальное описание строения ковчега и самого потопа. Но в современном каноническом собрании книг Ветхого Завета есть одна странность. Огромному периоду времени, а именно около полторы тысячи лет, от убийства Авеля до потопа посвящена лишь одна страница из тысячи. Причем большая часть этой страницы состоит из родословной от Сифа до Ноя. А самой истории этого периода длиной в полторы тысячи лет посвящено лишь семь строк. И это история про нефелинов, людей-великанов. Когда люди начали умножаться на земле, и родились в них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Осень 2011 года. Международная группа археологов проводила раскопки в Боржомском ущелье. Приступив к исследованию древнего захоронения в каньоне реки Кура, ученые даже не подозревали, сколь необычайная находка их ждет. Найденные останки стали сенсационным доказательством существования в прошлом людей-великанов. Восстановив скелет древнего исполина, ученые пришли к выводу, его рост был не менее десяти метров. Но главное открытие произошло после исследования костных тканей. Невероятно! Этот гигант умер в возрасте не менее 800 лет. Столько же, согласно писанию, жили библейские великаны-долгожители. Получается, что ветхозаветные тексты – это не мифы, а документальные свидетельства далекого прошлого. Древние свитки сохранили до наших дней историю пропадших ангелов-нефилимов. Падшие ангелы, они пали настолько, что они получили возможность соединяться с дочерьми человеческими. В результате этих связей появились новые жители Земли – рефаимы. Рефаимы по своей сущности – змеи-люди. Согласно описаниям, это были свирепые и кровожадные исполины. Во времена их господства Земля погрузилась в дьявольский грех, а люди стали рабами сатаны. И тогда Господь решил уничтожить на Земле все живое. После потопа, в котором выжило семейство Ноя, условия существования на Земле кардинально изменились. Срок человеческой жизни стал сокращаться, а великаны из реальности перекочевали в различные легенды и мифы. Новый закон нового мира – жить значит умирать. Заложенный в нас дефект на генетическом уровне еще при Адаме после потопа оказался преимуществом. Это произошло в 2007 году. Снаряженная в деле специальная археологическая экспедиция Национального географического общества отправилась на север Индии, чтобы обследовать район с названием «Пустая четверть». Это северо-запад страны, граничащий с Пакистаном. Места здесь более чем суровые и неспокойные из-за постоянных конфликтов местных племен с властями. Поэтому к экспедиции был прикреплен отряд индийской армии для предотвращения возможных провокаций местных бунтарей. Но что так тянуло археологов в этот район? Несколько раз ученые получали информацию, что в пустой четверти люди натыкались на фрагменты останков какого-то гигантского существа. И когда экспедиция прибыла на место и начала раскопки, то удивлению археологов не было предела. Они обнаружили огромную гробницу, в которой покоился скелет гигантского человека. Его предполагаемый рост превышал 15 метров, а размер черепа был сопоставим с размером микролитражного автомобиля. Сенсационная новость моментально облетела мир, но вскоре работы экспедиции были засекречены. Находка испугала ученого. Прежде всего потому, что она грозила пересмотром существующих представлений о происхождении человека. В 1936 году в Центральной Африке близ озера Накуру палеонтолог из Германии Ларсен Коль обнаружил скелеты людей гигантского роста. Дюжина мужчин была захоронена в общей могиле. Рост этих мужчин доходил до 3 метров 75 сантиметров. При исследовании в 1985 году этого же района антропологическая экспедиция вела раскопки на глубине около 3 метров от поверхности земли. Археологи из Австралии среди разнообразных останков обнаружили окаменелый коренной зуб. Явно человеческий, но его высота равнялась 7 сантиметрам, а ширина более 4. Обладатель зуба такого размера должен был иметь рост как минимум 7,5 метров, а вес 370 килограммов. Возраст окаменелости составил 9 миллионов лет. Но более всего исследователей поразили отпечатки ног великанов. Таких находок было две. Ну, след в Южной Африке есть, там на вертикальной стенке ступни, человеческой ступни, ступня длиной в метр. Рост, дай бог, там что-то порядка зашкаливает за 25, по-моему. Вот, такой же след на Целоне имеется. Причем, я не помню, где правая, где левая, но они разные, одна правая, одна левая. В некоторых горных районах Армении до сих пор живут крестьяне, которые утверждают, что оказывались свидетелями находок древних человеческих останков. Обнаруженные ими кости, черепа, были совершенно невообразимых размеров. Очень интересная находка была сделана археологами в Грузии, в горах Боржомского ущелья. Здесь были обнаружены огромные кости человека. Их возраст составлял 25 тысяч лет. По всем параметрам можно утверждать, что рост этих людей-гигантов мог достигать трех метров. А в 2000 году в горных районах Северного Кавказа двое путешественников наткнулись на пещеру, в которой обнаружили скелеты размером до четырех метров. Около одного из скелетов находился необычный огромный стилет, выполненный из неизвестного металла. И, наконец, находка на северо-западе Индии в 2007 году. Порода, в которой ученые нашли окаменелые останки, насчитывает 45 миллионов лет. Исходя из всех вышеизложенных факторов, думается, что следы гигантских людей отнюдь не вымысел. Ведь свидетельства в их существовании имеются почти во всех частях света. Естественно, что если рассматривать каждую находку или сообщения в отдельности, то они будут казаться вымыслом, загадкой или чудом. Однако, если все факты и сведения собрать воедино, открывается совсем другая картина. Несмотря на находки гробницы обычных захоронений с останками великанов, академическая наука не склонна давать комментарии по этому поводу. Более того, гигантских человеческих костей нет ни в одном антропологическом музее мира. Возникает вопрос. Если кости древних великанов находят так часто, куда же они потом деваются? Все находки костей больших великанов, к сожалению, они настолько же известны, настолько же общие, известны, и их существование мало кто ставит под сомнение, настолько же они труднолавимы. То есть в каждом из этих случаев, к сожалению, нам не удавалось по приезду на место найти прямых очевидцев и сами кости. То есть раз за разом они исчезают. По одной из версий, это заговор. Так, например, считает известный антрополог, автор книги «Запретная археология» Майкл Бейджин. Он утверждает, что представители традиционной науки специально прячут аномальные находки, поскольку они не вписываются в официальную теорию происхождения человека. Принято считать, что рост всегда был ограничен высотой в 2,5 метра. И что великаны большего размера существуют только в сказках. Пересматривать эту версию в угоду каким-то непонятным находкам никому не хочется. Есть еще одно предположение. Его логика довольно необычна. Останки древних великанов прячут или же уничтожают те, кто считает их существование вполне реальным. А людей, кто не верит в это, подвергают астракизму. Во всяком случае, жители многих горных селений Северного Кавказа могут даже отказаться разговаривать с теми, кто посмеет хоть как-то усомниться в существовании великанов. А уж тем более высмеет легенду. Там до сих пор считают, что великаны не только были, но и есть до сих пор. И живут они где-то высоко в горах. Я думаю, вполне логично могли эти кости спрятать, уничтожить, перезахоронить. Одним словом, сделать все, чтобы так устойчивая существующая легенда не испытала ни в коем случае никаких внешних потрясений. В нашем фильме «Правдивые легенды» есть интервью с летчиком, который управлял самолетом, на котором перевозили мертвого гиганта из Афганистана. Все это происходило в 2005 году. Голос летчика. Во время нашей войны в Афганистане подразделения спецназа США занимались поиском членов движения «Талибан». В 2005 году я получил назначение совершать полеты в Катар. Это было совершенно обычное назначение. Я не слышал ни о чем необычном в то время. Мы прибыли на военную базу «Баграм» в Афганистане. Это была австрийская база, раньше она принадлежала русским. И вот в то время одно из подразделений спецназа убило в горной пещере живого великана. Нас предупредили, что груз, который поместят в самолет, нельзя фотографировать и снимать на видео. Они сказали, что это нечто умерло день или два назад. Оказалось, что это был мертвый человек. Это было страшное зловоние. Этот человек был необычайно огромных размеров. Его рост был примерно 3,7 метра. Мы могли видеть его ступни, так как они не были закрыты. Они были необычайно большими. Он был шестипалом. Я помню, что его взвешивали, и после этого написали его вес, который был равен 500 килограмм. Кто-то из военных, которые его сопровождали до этого, рассказали, что он жил в горной пещере, недалеко была деревня. И жители этой деревни относились к нему как к Богу. И они совершали жертвоприношение, так как рядом было найдено много людских костей. Он убил всех десантников из первой команды, которая вышла на него. Он был необычайно большим и довольно быстрым и умным для человека таких размеров. Затем была отправлена другая команда. И когда они его захватили, его застали за тем, что он поедал останки убитых из первой команды. Потом его забрал вертолет, а потом мы его уже забрали. Мы его доставили в Катар, а тут его перегрузили на другой самолет. Вероятно, потом его перевезли в США, но точно я сказать не могу. Люди имеют право знать о таких вещах. Я имею в виду, что если на планете живут существа, имеющие рост 4,5-5,5 метра, даже несмотря на то, что военным не разрешают это разглашать, мы имеем право знать об этом, несмотря на то, что это засекреченная информация. Нам нужно знать, чтобы понимать осуществление библейских пророчеств. Да, я согласен. Лично я считаю, что если это точно указывает на Священное Писание, они не хотят, чтобы об этом знали. Если это свидетельствует против теории эволюции Дарвина, об этом не должны говорить. Я хочу отметить, что то, что я видел в годы моей службы, там некоторые вещи я не мог объяснить, как, например, огни в небе, похожие на светящиеся шары, и еще они издавали странные звуки. И даже когда я сам ездил в Ирак и был возле плотина Хадиса, я видел, что под плотиной находятся тюрьмы. Заключенные очень сильно кричали, и было ощущение, что под плотиной происходит нечто страшное. И потом я прочитал в Библии, что под землей заключены падшие ангелы. Эта плотина находится на реке Ефрат? Да, на реке Ефрат. И вы думаете, что это падшие ангелы, заперты под рекой Ефрат? Да, я так думаю. Об этом говорится в книге Откровения. Да, совершенно верно. Книга Откровения 9.14. Освободить четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Да, это все странно. Значит, вы побывали в том месте и узнали о том, что там, в тюрьме, которая под плотиной, находятся заключенные? Да. И они очень шумно и необычно себя ведут? Да, очень необычно и шумно. Говорят, что это можно понять, находясь там. На самом деле, люди, которые их охраняют, даже тянули жеребий, чтобы решить, кто пойдет их охранять. Никто не хотел за ним спускаться. Вернувшись в Афганистан, мы все это узнали, что среди местных жителей распространяются слухи об этих гигантах. А что конкретно рассказывает местное население? Они рассказывают, что эти гиганты живут в пещерах, и что они едят людей. Они каннибалы? Да, они каннибалы. Да, они. С parte speeches заblemа. Вернувшись в Афганистан, мы все работаем. Да.